Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит на эмулятор андроида. В принципе, делается это довольно просто. Значит, смотрите, если вдруг у вас скачана 10-я версия Bluestacks, что нужно здесь нажать? Нужно нажать на App Player, и тогда, короче, откроется дополнительное приложение, где вы уже сможете скачать Roblox и играть в нем. То есть, как-то так. Короче, вот эта версия, насколько я знаю, она сразу открывается на 5-й версии, плюс такса, если вдруг у вас он скачан. Ну, там, в принципе, я думаю, разберетесь. Значит, смотрите, первым делом, что нам нужно сделать, это зайти в браузер. Ждем, пока загрузится. Сразу говорю, не удивляйтесь, как долго будет это все грузить, думать и работать. Это нормально, потому что это эмулятор андроида. Дальше в поиске мы пишем DeltaX Cheat. Ждем, пока загрузится. Все загрузилось, довольно быстро, кстати. И заходим вот на этот сайт. Дальше листаем вниз. Так, здесь нажимаем Denny, если вдруг у вас английский язык стоит. Дальше нажимаем скачать. Так, ждем, пока он подумает. 100 лет. Ну и... Че так долго? Наконец-то. Дальше опять листаем вниз. Здесь нажимаем Denny. И нажимаем скачать последнюю версию. И ждем, пока он начнет скачивать. Ну, ты быстрее можешь работать или нет? Алло. Ну... Давай, думай быстрей. Не. Конечно... Очень долго он думает. И не очень приятно, что он так долго грузит и думает. Печально, короче. Наконец-то уже начинает что-то грузить. А вот, дальше... Здесь нажимаете кнопочку скачать. Потом здесь еще раз скачать. Вот, короче, начинает скачиваться файл. Мы нажимаем сюда. Детали. И вот пошло скачивание этого чита. Но я уже его скачал, как видите. Я его просто отменю. Дальше, смотрите, после того, как он у вас установился, вы нажимаете на него. У вас открывается вот такое окошко. Здесь, короче, нужно подождать, пока он до конца подумает. И здесь нажимаете установить. То есть, перед этим, вроде бы как, если не ошибаюсь, нужно будет сначала удалить Roblox. И после этого, уже через это приложение, которое вы скачали через браузер, его установить с помощью этой кнопки. Дальше, после того, как у вас установился этот Roblox, он у вас, по идее, сразу должен открыться. Дальше вы заходите в свой аккаунт. И потом уже заходите в сам режим. Сейчас покажу. Здесь еще чита используется с ключ-системой, к сожалению. Конечно, если был без ключ-системы, было бы намного лучше. Как видите, я уже зашел в свой аккаунт. Ну, до записи видео, чтобы я посмотрел, работает чита или нет. Я посмотрел, проверил, все работает. Давайте покажу, вот на примере режима PullSword, как это все работает. Чит работает абсолютно на всех режимах. Единственное, что нужно будет, скрипты искать. Скрипты, конечно же, можно искать на моем личном сайте. Ссылка на него также будет в описании. Так, заходим в игру. И ждем 100 лет, пока загрузится игра. Мда, просто трэш какой-то. Ну, что не сделаешь ради использования читов, скажем так. Так, в принципе, кому на это все равно, то, что так долго грузит, так работает, то можете пользоваться читом с помощью эмулятора. Так, все, таб закрыл. Вот здесь вот, который был справа в верхнем углу. Вот смотрите, отлично. Вот у нас появилась вот такая фигнюшка справа. Здесь мы нажимаем вот эту кнопку. Вот, я думаю, видно нам на записи. А дальше, я не знаю просто, как правильно произносится. А теперь нажимаем вот... Стоп, а почему не могу нажать алло? А почему? В чем прикол? У меня мышка не выходит за края игры. Так, ну еще раз я скопировал, допустим. Так. А почему она не хочет выйти, алло? А вот, все. Короче, надо нажать Escape. После этого нажимаем вот сюда. Дальше заходим опять в Chrome. Здесь нажимаем плюсик. И вставляем ссылку, которую мы скопировали. Так, здесь ждем 5 секунд. Нажимаем сделано типа. Тут, скорее всего, нужно вернуться обратно. Закрываем эту страницу, которая открылась. Дальше ждем, пока загрузится этот сайт. Все, он загрузился. Листаем здесь вниз. И нам нужно нажать на черную кнопку. Нажимаем. Дальше здесь нажимаем то, что типа нам это интересно. Еще раз нажимаем на вот эту кнопку. Переходим на какой-то сайт. Мы его закрываем. Возвращаемся обратно. И ждем, короче, пока сайт проверит то, что мы сделали, короче, это задание. Занимает примерно, наверное, около минуты. Может быть у кого-то больше, у кого-то меньше. КЗ. Короче, просто ждем. Так, все, он проверил. Отлично, в принципе, довольно быстро. В течение минуты. Дальше нажимаем на черную кнопку. Здесь ждем 5 секунд, как здесь написано. Так, нажимаем готово или перейти. Не знаю, как это правильно слово переводится. Так, возвращаемся обратно. То есть, та страница, то есть, тот сайт, который открылся, мы его закрываем. Возвращаемся обратно. И вот у нас появляется ключ. Мы его копируем. А дальше заходим в Roblox. Я надеюсь, он не вылетел. Походу, вылетел. Да. Весело. Так, заново заходим, значит, сейчас в Roblox. И в саму игру. Пока здесь заходит, сейчас в саму игру зайду. И заранее попробуем уже найти скрипт на этот режим. Да, как же он долго грузит, это просто жесть. Наконец-то. Так, заходим в игру. Все, он пока здесь пусть грузит, думает. Заходим на мой сайт. Пишем pull-sword. Вроде так и называется. Или sword. Не помню точно, как там. Вот, pull-sword. На этот режим, как видите, есть один скрипт. Чтобы его получить, мы на него нажимаем. Дальше нажимаем на кнопочку get. И пока что сам скрипт не копируем, потому что мы еще ключ не ввели. Короче, перезаписываю сейчас момент активации скрипта, потому что я немножко там лоханулся. И я забыл отключить звук в самой игре, когда заходил. То есть, на записи видео этот звук очень сильно слышно, и он, короче, перебивает мой голос. Значит, смотрите. После того, как я получил ключ на чит и перезашел в игру, то ключ у меня не просило. То есть, я его не вводил в сам чит и не активировал. То есть, он мне как-то это автоматически все определил, то, что я ключ получил на этот чит. Но если вдруг у вас это автоматически не произошло, то вы его вручную сами укажете и активируете. Дальше что нам нужно здесь делать? Нужно нажать на вот эту вторую кнопку по счету. Дальше мы копируем мой скрипт с сайта. Заходим обратно. Здесь мы его вставляем. Ctrl-C, ой, то есть, Ctrl-V нажимаем. Потом Enter. И нажимаем Execute Clip Board. Ждем, пока он подумает. Все, как видите, он подумал. Вот появился скрипт. Единственное, что мне непонятно, почему в самом чите не показывается скрипт, который я вставил. Ну, ладно, в принципе, фиг с ним. Самое главное то, что он активировался. Так, вот эту иконку с читом мы передвинем сюда куда-нибудь, чтобы было удобней. Открываем чит и начинаем проверять. Первая функция это автоклик. Включаем и смотрим, работает или нет. Да, как видите, автоклики работают отлично. Дальше автопоединок. Выбираем, с кем будем сражаться. Выберем стандарт. И включаем автофайт. Автофайт происходит каждые 7 секунд. И, как видите, мне сейчас начислило 7 побед вроде. Или чуть больше. Короче, ладно, как видите, победы начисляют. Дальше автореберст. Не знаю, смогу показать или нет. Хватит мне на него. Да, хватает. Включаем автореберст. И, как видите, автореберст тоже работает. То есть он сделался. Так, давайте я сейчас накоплю победы. А, они у меня есть. У меня уже хватает. Значит, смотрите. Дальше следующая функция это клейм гифт. Мы нажимаем. Как видите, все награды, которые были доступны, они собрались. Дальше автооткрытие пэтов. А как тут экран-то подвинуть? А, вот так вот. Мы идем сюда к яйцу. Обязательно нужно находиться около яйца, чтобы у вас работало автооткрытие. Если вы около яйца находиться не будете, то у вас автооткрытие работать, естественно, не будет. Дальше включаем автохэтч. И, как видите, у меня списалось 10 побед. И мне выпали какие-то пэтов. Так, одеваем самых лучших. Отлично. Следующая функция это одеть самых лучших. Ну, в принципе, это можете сделать через саму игру. И последняя функция это активировать все коды. Я их уже все активировал. Как видите, у меня пишут ошибку. Но, когда вы будете активировать их первый раз, то они у вас активируются. И, в принципе, на этом все. Ладно, буду на этом заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него как всегда будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.